Мы с вами написали алгоритм, то есть мы начали с того, что определили подзадачи, после этого мы решили все эти подзадачи алгоритмом, разобрались в корректности этого алгоритма, разобрались со временем работы. Следующий, естественный вопрос, который надо самим себе задать, таков, а где вообще-то сама возрастающая подпоследовательность? Мы пока что нашли ее длину, но непонятно, как выдать саму возрастающую подпоследовательность. Для того, чтобы ее найти, мы с вами будем поддерживать некоторую дополнительную информацию и опять-таки проиллюстрируем на этой задаче такой стандартный трюк, чтобы не только выдать оптимальный ответ, но и само решение, то есть не только длину в нашем случае, но и саму подпоследовательность, мы для каждой подзадачи будем хранить не только ее оптимальный ответ, но и то, через какую подзадачу этот оптимальный ответ реализовался. Но это звучит как-то все довольно абстрактно, давайте сразу прямо в псевдокод и допишем то, что нам нужно. Итак, помимо массива D, у нас будет еще массив такой прив размера N тоже. Он просто будет означать для каждой последовательности, он будет задавать предыдущий элемент, ну, индекс предыдущего элемента, для соответствующей наибольшей возрастающей подпоследовательности. Итак, вот что добавилось на этом слайде? Ну, вот все добавленные куски подсвечены, здесь мы просто создаем массив, здесь мы говорим, что прив от i равно минус единице, и это отражает тот факт, что пока мы знаем только возрастающую подпоследовательность, заканчивающаяся в этом элементе, длины 1. То есть предыдущего никакого нету, ну, поэтому мы минус единицу туда и кладем. А вот здесь вот, напомню, это тот момент, когда мы осознали, что it элемент, то есть a it, можно взять и приписать к последовательности, которая заканчивается в g там элементе, и при этом получить лучший ответ. Тогда мы так и записываем, что наше текущее знание про it и последовательность, вот ее новая длина, которую мы посчитали, это последовательность, в которой предыдущий элемент, это просто джитый элемент. Ну, вот это мы и запомнили. Ясно, что от того, что мы сюда дописали несколько строчек кода таких вот, время работы асимпатически этого алгоритма, конечно же, не изменилось. Мы не какие-то циклы дописали, а просто некоторые константные действия. Давайте смотреть на то, что же с помощью этого дополнительного массива, теперь как понимать, где же наша подпоследовательность, и проиллюстрируем мы это на игрушечном примере с нашим исходным, на самом деле, массивом. Итак, вот здесь показаны уже заполненные массивы d и priv для нашего исходного массива. Массив размера 15. Ну, во-первых, что мы можем сказать по массиву d? Мы видим, что максимальное число там это 5, это означает, что длина максимальной возрастающей подпоследовательности в массиве a, это 5. Более того, мы видим, что 5 есть и вот здесь вот, то есть в 12-м индексе и в 14-м индексе. Это значит, что есть уж как минимум 2 у нас возрастающие подпоследовательности. Одна из них заканчивается в 9-м. В 12-м элементе, который равен 9 и 1, в 14-м элементе, который равен 8. Но мы вообще-то это и так выделили на исходном примере. Давайте разбираться теперь, как же нам восстановить хотя бы одну из этих последовательностей. Вообще последовательностей может быть очень много, даже оптимальных, поэтому все их печатать мы, конечно, не собираемся, это может занять много времени. Но напечатаем хоть какую-нибудь. Итак, мы нашли максимальный элемент в массиве d. Мы знаем, что в 14-м элементе заканчивается какая-то оптимальная возрастающая подпоследовательность. Давайте теперь посмотрим в массив priv. Там говорится, что предыдущий элемент вот перед этим 14-м элементом в оптимальной последовательности имеет индекс 10. Это значит, что мы кое-что уже знаем о нашей оптимальной возрастающей подпоследовательности. Мы знаем, что 8-й элемент это последний, он 5-й, а перед ним идет 10-й элемент, который равен 6-ти. Ну, давайте продолжать. Давайте посмотрим, что написано в ячейке с индексом 10 массива priv. Там написано число 6, и это говорит нам о том, что элемент, идущий перед 10-м элементом, это 6-й элемент. Ну, едем в 4-й. Ну, опять-таки, посмотрим в 6-ю ячейку массива priv. Там число 4 видим, значит, предыдущий элемент это 4. Посмотрим теперь в ячейку номер 3, там стоит число 2. Значит, предыдущий элемент это 2. Наконец, посмотрим во вторую ячейку массива priv, увидим, что там минус 1. Это означает, что предыдущего элемента нет. Ну вот мы и развернули с вами всю оптимальную возрастающую подпоследовательность. Напоминаю, что она такая есть не одна здесь, но это и не важно. Мы какую-то смогли развернуть с помощью массива priv. Давайте теперь то, что мы поняли на этом игрушечном примере, запишем в псевдокод. Итак, псевдокод восстановления ответа. ANS это переменная у нас, которую мы выдали из нашего исходного алгоритма. Это длина оптимальной возрастающей подпоследовательности. Ну давайте заведем массив такого размера. Мы этот массив будем справа налево заполнять. Ну и это на самом деле стандартная такая ситуация для алгоритма динамического программирования, когда ответ разворачивается с конца. То есть иногда еще говорят, что решение задачи динамического программирования это прямой ход, а восстановление ответа это обратный ход. Хранить мы в массиве L будем индексы соответствующих элементов. Так, изначально давайте сделаем просто вот что. Мы найдем в какой ячейке массива D реализовался максимум. То есть мы здесь просто идем и в переменную K записываем индекс E, если D от E больше, чем текущее значение D от K. То есть когда этот цикл отработает, в K будет записан индекс, в котором реализуется максимум в массиве D. Теперь мы делаем следующее. Давайте справа налево заполнять наш массив L. Изначально у нас есть переменная G для этого. Она указывает вот это массив L, вот здесь первый индекс, а здесь самый последний, он у нас лежит в переменной ANS. Вот мы G установили. Изначально индекс G показывает на последний элемент, но мы в G тогда записываем индекс наш текущий K. K это еще раз индекс той позиции, в которой D максимально. Это и есть индекс последнего элемента в максимальной возрастающей подпоследовательности. Мы его сюда записываем. После этого что мы делаем здесь? Вот это мы его записали. Дальше G мы сдвинули на единичку вот сюда. То есть следующий элемент, который мы будем заполнять, он лежит здесь. А K мы заменили на предыдущий элемент. То есть мы посмотрели в массив PRIV, и там посмотрели, какой же индекс предыдущего. Соответственно, предыдущий запишется сюда, потом G сдвинется еще сюда, сюда запишется, ну и так далее. Справа налево мы заполним весь массив L. Понятно, что работает этот алгоритм уж никак не больше, чем O от N. Ну, здесь явно вот цикл O от N какой-то происходит, а вот здесь у нас идет цикл, цикл пока, на каждой итерации которого уменьшается переменная G. Значит, итерация этого цикла уж явно будет не больше, чем вот это изначальное значение ANS, но ANS, конечно же, меньше, либо равно, чем N все время. Ну и просто понятно, что мы массив L, который длинный не больше, чем N, заполняем так справа налево. Соответственно, за линейное время восстановили весь ответ, что здорово.